Снег растаял и принес немало сюрпризов. Из-под недавних сугробов, как подснежники, вылез мусор. И зеленые полянки под окнами многоквартирных домов стали напоминать открытую книгу, на страницах которой все подробности жизни горожан и их домашних питомцев. Небольшая аллея во дворе у 69-го дома на проспекте Героев Североморцев буквально тонет в мусоре. Рядом торговый центр, продуктовые магазины и игровая площадка. Семьям с детьми наблюдать за этой мрачной картиной приходится регулярно. Местные жители говорят, что аллея превращается в свалку ежегодно, когда столбики термометров стабильно показывают температуру со знаком плюс. Росыпь сигаретных окурков, горы банок и пивных бутылок, пакеты, ворох всевозможных бумаг и газет, которым порадовались бы разве что сборщики макулатуры. А ведь мусорные баки находятся в 30 метрах. Северяне как один утверждают, что человеческий фактор в спонтанно образовавшейся помойке отнюдь не главный. Отвратительно. Я своим домом вот на днях еле выгребла. Как вы думаете, почему так много люди не выкидывают? Или это может быть вот мусорные баки? Мусорных баков быстрее всего. И собаки. Вот эти вот бутылки собакам дают играть. Они выходят, собакам дают поиграть. Вот они валяются. Это вечер, наверное, скорее всего. Нет, так люди не могут это все попросать. Чтобы это было. Не убирается. Потому что здесь, когда снег растает, здесь вот, ну, вода, болото. А когда уже подсохнет, начинают уже дворники чистоту. А так вот, видите, как помойка. Стоит позор. Дворы 24 и 26 домов на проспекте Кирова славились тем, что мусор здесь лежал прямо под окнами. Но не в этом сезоне. Неравнодушные жильцы регулярно выходят с мешками, перчатками, лопатами и граблями и убирают придомовую территорию за теми, кому выйти на улицу и пройти 15 метров до контейнерной площадки лень. Очень много мусора. И еще хочу сказать, что много мусора, потому что очень, всю зиму кидают в окна. Значит, курят, все кидают, пакеты, бутылки. Вот, поэтому мы уже здесь убираем третий раз. Вот так вот субботники делаем. Собираем несколько дворников и мы все убираем. Если в жилых кварталах активные мурманчане проводят местечковые субботники, то, например, у гаражей на улице Капитана Орликовой ответственных будто и не находится. Ситуация в гаражном кооперативе иная. Здесь, чтобы добраться до дома, нужно пройти настоящую полосу препятствий из череды луж и оставленный мусор. К счастью, в городе находятся инициативные люди, которые придумывают все новые способы для борьбы с мусорной вахханалией. Ольга Алексеева и Михаил Пивкин создали уборочную тележку, которая призвана прийти на помощь дворникам и всем, кто заботится о родном городе. Тележка деревянная, очень легкая. Особенности отличаются тем, что на ней расположен проволочный узел, который позволяет надежно удерживать мешок при заполнении его мусором. Мешок при этом заполняется максимально, сто процентов. Мусор бывает разный, легкий, тяжелый, но при любом его качестве мусора его человек может убрать, вывезти на контейнерную площадку. За 15 минут участок на улице Подстаницкого убран. Усилий потрачено немало, но все же возить за собой мешки легче, чем переносить их с места на место. Все хотят видеть город красивым, чистым и комфортным. И в силах каждого сделать так, чтобы столица Арктики встретила предстоящие летние дни именно такой. Юрий Монаков, Станислав Евглеский, ТВ 21+. Субтитры создавал DimaTorzok